В 2020 году крупнейшими предприятиями города реализуются инвестиционные проекты, направленные на дальнейшее развитие, модернизацию и техническое перевооружение действующих производств, улучшение технических характеристик продукции, увеличение объемов производства, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду. Акционерным обществом Русалачинск реализуются следующие проекты. Замена изношенного оборудования на аналогичное или современное механизации и автоматизации производственных процессов Аоруса Русалачинск. Обществом с ограниченной ответственностью Ачинский цемент реализуется проект строительства узла дозированной отгрузки готовой продукции на автотранспорт. В 2019-2020 годы реализации инвестиции за счет бюджета всех уровней составят по оценке 2020 года 345 миллионов рублей или 7,7% от общего объема инвестиций в основной капитал. Бюджетные инвестиции направлены на проведение следующих мероприятий. Участие в региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019-2025 годы, в том числе строительство жилых домов, обеспечение жильем детей-сирот, строительство городского кладбища 2018-2023 годы, реконструкция детского сада номер 38, реконструкция шатровой кровли средней школы номер 16 и средней школы номер 18, проектные и изыскательские работы, проект межевания и проект планировки территории для реконструкции транзитной автодороги, проходящей по пути следования шоссе Байкал в городе Ачинский. Разработка проектно-сметной документации на строительство трех многоквартирных жилых домов в Юго-Восточном районе, техническое присоединение к электрическим сетям многоквартирных жилых домов по улице Индустриальная и в Юго-Восточном районе, проектные работы межевания участков и объектов уличного освещения, строительство сети водоснабжения в жилом районе малоэтажной застройки «Зеленая горка» в привокзальном районе города Ачинска. Объем ввода жилья за 9 месяцев 2020 года составил 5,6 тысяч квадратных метров, в том числе в рамках реализации муниципальной программы обеспечения доступным и комфортным жильем граждан по подпрограмме переселения граждан из ветвого аварийного жилищного фонда введен один многоквартирный дом по улице Индустриальная, площадью жилых помещений 4 тысячи квадратных метров. За 9 месяцев 2020 года предоставлено 4 земельных участка площадью 4,5 тысячи квадратных метров собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. В рамках реализации подпрограммы обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой программы жилища в 2020 году администрации города Ачинска были выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилья или на строительство индивидуального жилья 16 молодым семьям. В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве за счет средств благотворительности АО «Русал Ачинск» и АО «НПЗВНК» в 2020 году выполнены работы по благоустройству территории привокзального района, в том числе обустройство уличной детской спортивной игровой площадки, обустройство спортивного оборудования тренажеров, обустройство игровых площадок, проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных учреждений города, приобретение учебно-наглядных пособий и рамы для выставочной деятельности в художественной школе. В целях повышения инвестиционной привлекательности города Ачинска с 2016 года функционирует специализированный инвестиционный портал, на котором размещены инвестиционный паспорт города Ачинска с интерактивной картой, данные о бизнес-климате на территории города, а также паспорт города Ачинска с интерактивной картой туристских маршрутов. Информация на портале постоянно обманяется. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 234,5 километра, из них с усовершенствованным типом покрытия асфальтовой – 120,6 километра, переходным типом покрытия щебеночной гравины – 113,9 километра. На сегодняшний день маршрут на сети Ачинска состоит из 17 городских маршрутов общей протяженностью 236,7 километра. На 14 маршрутах перевозка пассажиров осуществляется автомобильным транспортом, на 3 маршрутах регулярные пассажирские перевозки осуществляются городским наземным электрическим транспортом. Перевозки по муниципальным маршрутам осуществляют 6 перевозчиков – общество с ограниченной ответственностью «Град», «Тайфун», «Каскад», индивидуальные предприниматели «Сидорова», «Фадеев» и муниципально-мунитарное предприятие «Ачинский городской электрический транспорт». Ожидаемое количество перевозионных пассажиров всеми видами транспорта за 2020 год составит 6,669,5 тысяч человек, снижение к 2019 году на 17%. Причинами снижения объема перевозок являются развитие сети таксомоторных перевозок, рост числа личных автомобилей у населения, а также введение в 2020 году ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. С 5 января 2020 года тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Ачинска составляет 22 рубля, электрическим транспортом 19 рублей. Развитие местной телефонной связи осуществляется на базе современных цифровых станций, что позволяет повышать качество и расширять перечень предоставляемых услуг. Объем выполненных услуг предприятиями в области информации и связи по оценке 2020 года в составе 32 миллиона рублей, по сравнению с 2019 годом отмечено увеличение на 16 процентов. По состоянию на 1 января 2020 года общая площадь жилищного фонда составила 2 миллиона 595,5 тысяч квадратных метров, из которых 84,7 площадь многоквартирных жилых домов. Основной ресурсоснабжающей организации обслуживающей электросетевой комплекс является АО «Красноярская региональная энергетическая компания». Протяженность линий электропередач составляет 822,4 километра. Протяженность электрических сетей уличного освещения составляет 244 километра. На улицах города установлено 6751 светильник. За истекший период 2020 года отремонтировано 1,32 километра воздушной линии, 0,2 километра кабельной линии и смонтировано 0,4 километра воздушной линии уличного освещения. Протяженность паровых тепловых сетей всех форм собственности в двухтрубном исчислении составляет 163,6 километра, износ 71,8%. Протяженность водопроводных сетей города составляет 182,7 километра, износ сетей водоснабжения 63,5%. В 2019 году в рамках концессионного соглашения от 27 ноября 2015 года между муниципальным образованием город Ачинск и АО «Красэко» выполнены работы по строительству линий электропередач, строительству распределительной сети для электроснабжения района малоэтажной застройки «Зеленая горка». В настоящее время ведутся работы по строительству объекта водоснабжения района «Зеленая горка». Строительство планируется завершить в декабре 2020 года. Протяженность дорог составляет 234,5 километра. За 9 месяцев 2020 года проведены капитальные ремонты, капитальные текущие ремонты 3 километров дорог, в том числе переулок Тюнатов, под железнодорожным полотном, улица Манкевича, улица Стасова, улица Декабристов. Ведутся работы по ремонту автомобильной дороги по улице 5 июля. Мероприятия, направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрены в муниципальных программах города Ачинска обеспечения функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной системы. В рамках федерального проекта формирования современной городской среды на территории города Ачинска в 2020 году выполняются работы по благоустройству двух общественных пространств. Улица Зверева от улицы Кравченко до улицы Ленина и площадь перед городским дворцом культуры города Ачинска. За истекший период 2020 года проведено благоустройство 11 дворовых территорий и один проезд в жилую зону. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1 октября 2020 года в городе зарегистрировано 2673 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 1583 индивидуальных предпринимателя и 1090 юридических лиц. На 1 января 2020 года зарегистрировано 2466 субъектов малого и среднего предпринимательства при ростом 207 единиц и на 8,4% в жилую код. Наиболее привлекательной для малого бизнеса остается сфера торговли. На долю этого сектора экономики на территории города Ачинска приходится 45% малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, что объясняется быстрым оборотом денежных средств. 9,6% приходится на строительство, 6,5% транспортировка и хранение, 5,9% обрабатывающее производство. Остальные проценты там существенны по всем остальным видам деятельности. В 2019 году оборот организации малого предпринимательства, включая микропредприятия, составил 18 млрд 439,6 млн рублей. По оценке 2020 года составит 3 млрд 858 млн рублей, увеличение на 418 млн рублей. Оборот средних организаций за 2019 год составил 3 млрд 61 млн рублей. По оценке 2020 года составит 3 млрд 153 млн рублей, увеличение на 91,9 млн рублей. Начиная с 2014 года в городе действует муниципальная программа города Ачинска «Развитие и поддержка субъектов малого среднего предпринимательства» в городе Ачинска. За счет ассигнования 2020 года оказана финансовая поддержка субъекту малого предпринимательства, предоставлена субсилия на возмещение в части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации оказания услуг. Структура торговой сети и общественного питания города Ачинска на 1 октября 2020 года включает в себя 1210 объектов. В 2019 году оборот розничной торговли составил 18 млрд 69 млн рублей. По оценке 2020 года составит 17 млрд 151 млн рублей. Прогнозируется снижение на 918 млн рублей по причине временной приостановки работы торговых организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции. В последние годы отмечается рост предприятий современных форматов, супермаркетов и гипермаркетов, торговых центров. На территории города в 2020 году открылся магазин торговой сети «Петерочка» со смешанным ассортиментом товаров. Оборот общественного питания за 2019 год составил 564 млн рублей. По оценке 2020 года ожидается в размере 473 млн рублей. Снижение на 16%. Объем оказываемых населению услуг в 2019 году составил 2 млрд 994 млн рублей. По оценке 2020 года объем услуг составит 2 млрд 888 млн рублей. Структура платных услуг остается стабильной. Лидирующие позиции в ней по-прежнему занимают услуги жилищно-коммунального хозяйства, транспортные услуги, услуги в сфере образования и медицины. С начала 2020 года индекс роста потребительских цен в Красноярском крае составил 102,3%, в 2019 году 103,8%. Численность постоянного населения города Ачинска на 1 января 2020 года составила 106 798 человек. Прирост численности населения за 2019 год составил 425 человек. Положительное влияние на демографические показатели города Ачинска оказывает тенденция миграционного прироста населения, отмеченное с 2017 года. За 2019 год миграционный прирост составил 803 человека. Число прибывших за 2019 год 4202 человека, число выбывших 3399. Однако в городе Ачинске за 2019 год отмечается естественная область населения 378 человек, обусловленная в основном снижением рождаемости. За 2019 год родилось 1059 детей. Коэффициент рождаемости составляет 9,9 человек на одну тысячу населения. Снижение рождаемости к 2018 году 94 человека. Общая смертность за 2019 год составляет 1437 человек. Показатель смертности 13,5 человек на одну тысячу населения. Отмечается снижение смертности к 2018 году на 62 человека. За 2018 год смертность 1499 человек, коэффициент смертности 14,1. За первое полугодие 2020 года отмечается миграционное снижение населения на 206 человек и естественное область населения 259 человек. В результате чего численность населения города снизилась на 465 человек и составила по состоянию на 1 июля 2020 года 106 333 человека. Одной из основных демографических характеристик является возрастно-половая структура населения. Численность трудоспособного населения на 1 января 2020 года составляет 60 264 человека или 56 процентов общей численности населения. На 1 января 2019 года составляло 59 236 человек или 55 0,7 процента от численности населения. Увеличение численности и удельного веса группы в 2019 году отмечается в связи с увеличением трудоспособного периода граждан в результате проведения пенсионной реформы. Данный фактор повлиял на снижение численности населения старше трудоспособного возраста на 680 человек. Так, по состоянию на 1 января 2020 года численность населения старше трудоспособного возраста составила 24 950 человек. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в общей численности населения 23 процента. Численность населения моложе трудоспособного возраста на 1 января 2020 года составляет 21 584 человека или 20 процентов от общей численности населения. Удельный вес этой группы сохраняется на уровне 2019 года. Доля мужчин в общей численности населения города составляет 50, доля женщин, прошу прощения, в общей численности населения составляет 55 процентов. У мужчин 44. 45. По причине превышения численности женщин по группе населения старше трудоспособного возраста. По другим возрастным группам населения моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов соотношение мужского и женского населения составляет около 50 процентов. По оценке 2020 года численность трудовых ресурсов города Ачинска составит 67 тысяч человек. Из них активное трудоспособное население 58,6 тысяч человек, работающие пенсионеры и трудовые мигранты 8,5 тысяч человек. В экономике города Ачинска занято 41,2 тысяч человек, в основном в крупных и средних организациях. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города за 6 месяцев 2020 года составила 27 тысяч человек, в том числе по видам деятельности, обрабатывающие производства 20%, торговля и доставления коммунальных, социальных и персональных услуг 20%, транспортировка и хранение 15%, дровоохранение 14,5%, образование также 14,5%, государственное управление и обеспечение военной безопасности 8%, обеспечение электрической энергией газом и паром 5,5%, строительство 2,5%. Оставшаяся доля наемных работников приходится на сферу занятых в малых предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан, осуществляющих деятельность по патенту у отдельных граждан. Не заняты в экономике города учащиеся молодежь, женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам, население, работающее за пределами города и безработные граждане. Уровень официально зарегистрированной безработицы в городе Ачинске в течение многих лет оставался одним из самых низких в Красноярском крае и по состоянию на 1 января 2020 года составлял 0,3% от численности экономически активного населения, то есть численность безработных составляла 207 человек. Однако с марта 2020 года отмечается резкий рост числа безработных. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября 2020 года составил 3,7% или 2204 человека безработных. Рост численности безработных связан с введением ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, а также с ростом количества обращений населения в Центр занятости населения в связи с повышением пособия по безработице. Кроме того, упрощен порядок обращений в Центр занятости населения. Теперь подать заявление для получения статуса безработного, поиска работы и получения пособий можно в режиме онлайн. Уровень безработицы в целом по Красноярскому краю также значительно вырос и составил 4,9%, по состоянию на 1 января 2020 года составил 0,8%. В целом на рынке труда города Ачинска по-прежнему наблюдается общая структурная диспропорция спроса и предложения, характерная для Красноярского края Российской Федерации в целом, которая выражается в несоответствии требований работодателей и имеющихся профессиональных квалификаций граждан, нарастание дефицита квалифицированных кадров, в первую очередь рабочих и инженерных специальностей, естественное выбытие высококвалифицированного состава специалистов и рабочих пенсионного возраста, естественный отток граждан трудоспособном возрасте, в том числе и числа высококвалифицированных специалистов крупной населенной пункты с более высоким уровнем жизни и привлекательными условиями трудовой деятельности. Значительный дефицит квалифицированных кадров отмечается по рабочим профессиям в строительной и производственной сферах – смесарь и ремонтики, электрогазосварщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций, газорезчики, танечки, бетонщики, а также по позициям инженерно-технического состава и служащих – инженер, мастер, прораб, врач, преподаватель. В рамках государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения» в городе Ачинске реализуется программа опережающего кадрового обеспечения города Ачинска. Проект в сфере развития межведомственной системы профессиональной ориентации в формате профориентации «Всю жизнь» с ориентацией на перспективные потребности развития города и края, в том числе проект «Стажировка. Старт в профессиональную карьеру». Величина прожиточного минимума за третий квартал 2020 года для третьей группы территорий Красноярского края, в том числе и до города Ачинска, на душу населения установлено в размере 12 702 рубля, для трудоспособного населения – 13 432 рубля. По оценке 2020 года среднедушевой денежный доход населения города Ачинска составит 23 854 рубля, темп роста к 2019 году – 103,5%. Средний размер назначенных пенсий пенсионерам, состоящим на учете в пенсионном фонде города Ачинска, составляет 14 892 рубля, темп роста к 2019 году – 106%. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города Ачинска за шесть месяцев 2020 года составила 45 581 рубля, за аналогичный период 2019 года – 41 361 рубля, прирост 11%. 1 января 2020 года размер минимальной заработной платы работников города Ачинска с учетом районного коэффициента и северной набавки составляет 19 408 рубля, темп роста к 1 января 2019 года – 107,5%. В соответствии с законом Красноярского края, от 5 декабря 2019 года о краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов произведена индексация заработной платы, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих и на иммуниципальные должности, муниципальных служащих с 1 июня 2020 года на 20%, с 1 октября на 3%, работников муниципальных учреждений с 1 июня 2020 года на 10%, с 1 октября на 3%. Исключения здесь составили отдельные категории работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также получающими региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников в бюджетной сфере не ниже размера минимальной оплаты труда.